Девушки отдыхают Наконец-то они полностью доделаны, все баги исправлены, теперь они работают хорошо и теперь вы их можете без проблем скачать и установить себе. Ищите ссылочку в описании этого видео, текстурки прикольные, с уточками. Если они вам нравятся, то качайте, устанавливайте. Я думаю вы знаете как это сделать, это в общем-то не сложно. Если вы не знаете как установить текстуры в Майнкрафт, загуглите. Эти текстурки идеально работают с клиентом gomai.ru, так что никаких проблем возникать не должно. Но качайте и пользуйтесь на здоровье. И второе, это как вы уже могли заметить мой новый скин. У меня теперь скин под Fallout 4. Да, это приурочено канон со 4 фоллаута, блин, побыстрее бы он вышел. И в общем, если вы хотите себе красивый HD скин, примерно такой же или другой на другую тематику. В общем, если вы хотите красивый и качественный HD скин, могу вам посоветовать одного хорошего человека, который сделал мне этого в Oldboy. В общем, ссылочку ищите в описании. Он делает на заказ HD скины за небольшую плату. Так что, если вы хотите качественный скин, обращайтесь к нему, всем советую. Ну что же, а теперь наконец-то переходим, в общем-то, к серии. Давайте для начала... Так, сервер, не лагай. Давайте для начала я вам покажу, что же я делал за кадром. Я немножко, во-первых, доделал свою ферму. Второй этаж. Тут у нас теперь пшеница. Тут тыквы и арбузики. В общем, как видите, ли точки, все красиво. И здесь у нас куча бочек с землей. Они все под навесом, чтобы дождь не попадал, чтобы они не наполнялись водой. В общем-то, все прикольно. Давайте, наверное, соберем землю, потому что она нам сегодня пригодится. Я хочу сегодня кое-что с ней сделать. Мы будем пробовать добывать из этой земли ресурсы. Будем ее просеивать и посмотрим, что же у нас получится. Я никогда раньше этим не занимался. И, возможно, мне сегодня повезет. Я добуду кучу всего прикольного. Блин, сервер что-то очень лагает. Но да ладно, не будем на это обращать внимания. Вроде это нам не сильно мешает. Давайте будем забирать нашу землю. О да, сколько же ее тут. Круто. Куча бочек. Их я наполняю различными тыквами, кактусами, в общем-то, всем, что нам сейчас не нужно. Зачем нам сейчас тыквы? Нужно будет еще потом их добыть, заново заполнить бочки. Но это уже потом. Сейчас у нас, как видите, полстака земли. За один раз этих бочек мы имеем полстака. Это очень круто. И всего у нас теперь 49 штук. И еще и песок. Песок тоже можно сеять. Но это насколько я вычитал. Давайте сейчас попробуем сделать сито и будем экспериментировать. Кстати, тут я поставил такой светильничек. Как по мне, довольно необычно. Ну что же, ищем, как сделать сито. Давайте попробуем написать. Так, сито. Сито из березы, из дерева джунглей. В общем-то, можно делать различные. И делается оно из двух паутин, двух палок и, в общем-то, четырех досок. Давайте это все подготовим. Итак, доски. У нас есть доски, четыре штуки. Дальше нам нужны две палки. Они у меня тоже есть. И две паутинки. У меня где-то есть куча ниток. Их вроде бы можно как-то перекрафтить. Если не ошибаюсь. Так, у нас делается шерсть. А как сделать паутину? Я уже не помню. Давайте посмотрим, может, вот так. Вот так у нас не хватит. Давайте лучше всего посмотрим это в рецептах. Так, мне нужна паутинка. Как нам получить паутинку? Паутинку нам можно получить? Ну да, я, в принципе, так и думал. Нужно полностью все заполнить нитью. Так, сундук открывайся. Сервер не лагай. Вот, замечательно. Берем все нитки и крафтим паутинку. Нам их нужно две. Так, раз и два. Замечательно. Есть у нас две паутинки. И теперь делаем сито. Посмотрим, как же оно у нас работает. Вот так. Дальше две палочки. Это, я так понимаю, ножки и сеточка. Да, дубовое сито. Ну что же, впервые я сделал дубовое сито. И впервые я буду вообще пробовать что-нибудь через него сеять. Ставим сюда. Я бочки отсюда убрал. Я вам уже показывал, куда. Так, что дальше с ним нужно делать? Я так понимаю, нужно туда помещать землю или песок. Давайте возьмем это все и попробуем. Итак, земля. Земля ушла. Я так понимаю, сейчас она будет просеиваться или нужно это делать как-то вручную? Да, нужно делать вручную. Нажимаем и она просеивается. Но пока что ничего из нее не выпало. Давайте попробуем парочку просеять. Вот, что-то есть. Пять камешков. Эм, зачем мне камешки? Насколько я знаю, ими можно кидаться. Давайте попробуем. Уи, камешек. Вроде бы полетел. Да, полетел. Правда, сервер лагает и это все плохо у нас работает. Но ничего страшного. Сеем дальше. Я хочу добыть что-то довольно ценное. Так, что же мне на этот раз выпадет? Я так понимаю, нужно вот так сеять до конца. И еще камешки. Замечательно. Зачем мне столько камешков? Сеем дальше. Может, на этот раз больше повезет. Давайте железо какое-нибудь. Еще что-то. Зачем мне куча камешков? У нас там на улице что-то жесткое прямо творится. И это трактора, еще что-то. Да ладно. Не будем угощать на это внимание. Я думаю, посторонних звук я вам не мешает. Мы будем заниматься просеиванием. О, какие-то семена. Семена пшеницы. Ну, хоть что-то. Правда, они мне совсем не нужны. Но, как видим, это работает. Отсюда падает еще что-то, кроме камешков. Что будет на этот раз? Так, на этот раз семена сахарного тростника. Тоже прикольно. Но тростника у меня тоже куча. Мне бы какую-то морковку, картошку, что-то такое. Чего у меня еще нет. Возможно, сейчас нам больше повезет. Так, кажется, опять камешек. Да, у меня теперь уже куча камня. Возможно, этот камень можно как-то превратить в булыжник или еще что-то. Но не будем заморачиваться. Так, еще камень. Ладно, давайте я так просею, в общем-то, наверное, эту всю землю. И посмотрим, что же я смогу набрать. Хотя нет, всю не будем сеять. Возможно, она там еще пригодится. Давайте половину из этого. Посмотрим, что же я смогу из этого всего получить. Так, что-то еще мы интересное получили. Это семена травы. Поскольку я знаю, из семен травы и блока земли делается вроде как блок травы. Хотя нет, что-то это не работает. Возможно, нужно просто кликнуть этими семенами на землю. И это сработает. Ладно, что-то пока вообще ничего полезного мы не получили. Только разные семена и куча камешков. Уже даже больше стака. Возможно, дальше больше повезет. Итак, еще какие-то семена. Опять семена травы. Ну, ладно, не очень повезло. Вообще почти ничего полезного мы не высеяли отсюда. Не насеяли. И давайте землю оставим теперь. Она нам еще пригодится. И попробуем просеять песок. Может, из песка нам что-то получше упадет? А то что-то из земли вообще как-то все постно было. Надеюсь, из песка будет получше. Итак. Вот, раздробленная железная руда. Это мне уже намного больше нравится. И, блин, песок, мне кажется, будет круче. Попробуем сеть еще. Мне кажется, из этой раздробленной железной руды потом можно сделать блок. И из этого блока, кажется, можно делать пыль, которую можно потом наконец-то переплавлять в ресурсы. Так, мне кажется, из песка вообще что-то ничего иногда не падает. Но это логично, потому что из земли хотя бы камешки. А пески где взяться камешком? Так что да. Отсюда либо падает что-то хорошее, либо не падает вообще ничего. Так, семена какие-то упали. Семена кактуса. Ну, тоже полезная вещь. Но, опять-таки, мне они, в принципе, эти семена не нужны. Ладно, сеем дальше. Песок, я думаю, просею весь так. Так что посмотрим, какой же результат из этого у нас будет. Так, какие-то семена. О, опять раздробленная железная руда. Супер. Так, кстати, можно это все делать сразу же одной кнопкой. Это довольно быстро и удобно. Не знал, что так можно делать. Ну, круто. Ждем, ждем, что еще нам упадет. Еще одна раздробленная руда. Так, еще что-то. Что это было? Еще семена кактуса. Блин, а песок, оказывается, все-таки выгоднее просеивать, чем землю. Потому что песок и получить проще. И, как видим, из него даже золотая руда падает. Супер. Сеем дальше. Мне это нравится. Так, у нас уже есть четыре раздробленных железных руды. Можно их собрать? Да. Можно их собрать в песчаную железную руду. Насколько я знаю, эту руду... Блин, то ли ее можно сразу же плавить? Вроде как да. Давайте посмотрим, будет ли слиток. Потому что вроде бы как должен получиться железный слиток. И... Да, есть у нас железный слиток. Супер. Насколько я знаю, ее еще вроде бы можно раздолбать в порошок. Возможно, так будет больше железных слитков. Мы сейчас будем экспериментировать и обязательно это узнаем. Сеем дальше. Сеем дальше. Нам нужно железо. Да и, в принципе, золото тоже не помешает. Так что сеем, сеем. И пробуем добыть что-то еще хорошее. Так, что-то упало. Какао-бобы! Блин, какао-бобы. Их же вроде можно на тропическое дерево закидывать. И они там будут расти. Сейчас мы это тоже проверим. Никогда я не выращивал раньше какао-бобы. Но сейчас попробуем их вырасти. Потому что у нас вроде бы есть задание, где нужно изготавливать печеньки. А без какао-бобов печеньки будут изготавливать довольно сложно. Точнее, вообще вроде как невозможно. Да, мы их на тропическое дерево закидываем. И они будут у нас расти. Супер! Супер! Сколько же полезного мы добыли из этого песка. Это очень увлекательно. Так, еще раздробленная золотая руда. Супер! Так, что это было? Это было непонятно что. Это была железная руда. Может сейчас мы еще один песчаный блок железной руды соберем. Посмотрим. Так, две. Еще чуть-чуть. Еще две. Так, что это было? Какао-бобы опять? Так. Да, это были опять какао-бобы. Так, еще один. Ну же, давай. И замечательно. Теперь попробуем это дело размесить молотком. Ставим этот блок. И пробуем его размесить молотком. Мы получаем четыре очищенных железных пыли. Давайте ее закинем в печку. И посмотрим. Посмотрим, что из этого выйдет. Из этого не выйдет, кажется, ничего. Да? Да, из этого что-то не хочет плавиться. Слитки. Ну давайте соберем обратно и будем плавить так. К сожалению... Так, стоп. Что это было? К сожалению, в общем-то, мой эксперимент не удался. Я все-таки думал, что если мы раздолбаем этот блок, у нас будет этих четыре порошочка. И, в общем-то, мы сможем получить из этого четыре штучки руды. К сожалению, это работает не так. Но ничего страшного. У нас есть два железных слитка. И я даже знаю, куда мы их потратим. Мы их потратим на ножницы. Ножницами вроде как... Давайте сразу же попробуем, работает ли это. Вроде бы ими можно собирать листву. Давайте попробуем. Так, листву собрали. И эту листву можно переделывать в землю. Использовать ее как органику. Меня это очень интересует. Потому что, если это действительно так, то у нас будет, в общем-то, много халявной органики. И мы сможем делать много земли. Итак, да. Это работает. Это работает. Причем листвы, как видим, не очень много идет. Супер! Теперь, благодаря ножницам, в общем-то, я смогу очень быстро добывать землю. Это же замечательно! Теперь мы можем добывать и железо, и землю. Вообще супер! Давайте просеем остальной песок. Так, возможно, у нас даже скоро будет золото. Все может быть. В общем, давайте просеем и посмотрим, что же нам попадется. Я быстренько это все просею. В конце уже узнаете результат. Ну что же, полностью мы просеяли наш песок. В итоге у нас еще есть какао-бобы. Мы можем сделать еще один слиток. Так, это супер. Сразу же его отправим на переплавку. А также мы можем сделать золотой слиток. Его мы тоже обязательно переплавим. Вот так. Теперь пойдем посадим наши какао-бобы на дерево. Кстати, посмотрим, как там эти. Эти растут. Все, что я тогда сужал, растут. Так что садим новые. Давайте. Куда-то пониже и еще куда-то сюда. Вот так. Замечательно. Будем выращивать какао-бобы сами. Так, что же, что же нам делать дальше? Давайте, во-первых, заберем то, что мы наплавили. Это нам пригодится. Вот так. И давайте, давайте подумаем. Так, какао-бобы посадили. Просеяли песок. Может досеять землю. Может все-таки еще что-то хорошее нам выпадет. А почему бы и нет? Давайте просеем. Ну что же. Просеял я всю землю. И давайте посмотрим, что же нам с нее упало. Семена тыквы я вижу еще. И семена арбуза. Ну это круто, но я бы хотел картошку. Я бы хотел картошку и морковку. Ее, к сожалению, не выпало. Это печально. Еще куча камня. Ну, в общем-то, я так подумал, что из песка падает как-то намного лучше все. Но да ладно. С земли мы тоже можем поиметь много различных семян. Даже шерсть у нас есть. Откуда у меня шерсть? Не знаю, но шерсть это хороший повод скрафтить картину. Давайте я ее сейчас скрафтим. Делаем палочки. Побольше. Этого нам достаточно. Где наша шерсть? Так. Блин, сервер очень сильно лагает. Итак, теперь насчет картин. Я хочу вам... Сундук, закройся. Сервер, хватит. Что же ты так сегодня лагаешь? В общем, хочу вам показать, какие же картины у нас есть на этих текстурках. Насколько я знаю, здесь все картины должны быть сделаны под игры, которые я проходил у себя на канале. Давайте посмотрим. Так. Как видим, да. Life is Strange. Действительно, я проходил эту игру. Дальше. Волк среди нас. Тоже помню. Блин, какие же красивые картины. Опять волк. Так, что еще есть? Call of Duty Ghosts. Я думаю, все узнали. Блин, офигенные картины. Фаренгейт. Тоже очень круто. А, блин, я... Я прям сейчас кончу вот эти текстуры. Опять Life is Strange. Насколько я знаю, здесь около 20 типов картин. Full Throttle. Блин, офигенная картина. Так что, в общем-то, если вы с этими текстурами захотите декорировать свой дом, Watch Dogs, то я думаю, в общем-то, вам понравятся картины. Потому что эти картины явно будут в тему. Так, еще что-то новое упадет. Да, забыл какую-то игру. Кажется, Murdered Soul Suspect. А не как-то так. Да и Z даже есть. Супер. Так, давайте какую-то картинку повесим сюда. Замечательно. Вот пускай и будет здесь эта коза. Супер. Ладно, как видите, очень все круто. Ну что же, я думаю, наверное, на этом будем заканчивать. Хотя нет, давайте еще посмотрим по заданиям. Может, что-то мы сможем выполнить. С. Почему моя раскладка не переключается? Вот. Замечательно. Так, Голодный Хлебороб. Допустим, у меня где-то должен быть хлебушек. Мы его точно сможем выполнить. Так, 61 пухарочка. Этого явно достаточно. И два уровня делаем. Раз и два. Замечательно. Так, еще 19 осталось. Ну, я думаю, в следующих сериях мы его до конца уже выполним. Потому что хлебушек у меня сейчас растет. Так, что у нас еще есть невыполненное? Я художник Пикассо. Тут нужно кактусы жарить. У меня вроде бы сейчас нет достаточно кактусов. Так, семенной торгаш. Давайте, наверное, выполним. У нас вроде бы семян очень много. 64 семена пшеницы, арбуз и тыква. Давайте посмотрим, достаточно ли у нас семян. Так, сразу это все сбросим, чтобы она мне тут не путалась. Чтобы я знал, что и где. Камешки тоже сбросим. Итак, тыква есть. Арбуз, арбуз, арбуз точно есть. Точнее сейчас будет. Вот. И пшеница. Пшеница тоже где-то была. Вот, вроде бы, да. Есть у меня все семена. И давайте выполним это задание. За него нам дадут землю и листву. Замечательно, выполнили. Дальше. На корми голодных в Африке у нас грибного супа пока еще нет. Кстати, насколько я знаю, из песка могут выпасть какие-то споры, которые нам позволят превращать землю в лицель. Тоже, в общем-то, нужно будет этим заняться. Надеюсь, они у меня выпадут. Если выпадут, то у нас будут грибочки. Так, ну и все остальное вроде как более-менее выполнено. На втором уровне что там у нас есть? Так, разложим по карманам 64 пшеницы сахара. Нет, это точно мы сейчас и выполним. Ладно, в общем-то, давайте, наверное, на этом будем заканчивать. В общем-то, в этой серии мы научились, как же нам добывать ресурсы. Как видим, это довольно просто. Выполнили парочку заданий и добыли много всякого полезного. Также еще раз напомню, что теперь вы можете скачать мои текстурки и играть с ними. Ищите ссылочку в описании этого видео и качайте на здоровье. Ну что же, на этом я с вами прощаюсь. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами был Андрикс. И мы еще обязательно очень скоро увидимся. Играйте в Майнкрафт на серверах gomai.ru. Любите удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok